В этом выпуске программы «Депутатский вестник» Помочь детям в трудной жизненной ситуации В Приморье работает программа «России важен каждый ребенок» Квартиры сиротам Депутаты помогают выпускникам детских домов получить законное жилье Развитие экономики не в ущерб экологии Форум «Природа без границ» Собрал ведущих политиков, экологов и ученых края Об этом и не только в программе «Депутатский вестник» Спикер Крыльевого парламента Виктор Горчаков Куратор проекта «России важен каждый ребенок» В Приморье посетил детский дом в Большом Камне Здесь проживают 40 ребят Но только 6 из них – круглые сироты Мы принимаем все возможные меры Если есть возможность реабилитации родителей То, конечно же, пытаемся помочь им восстановиться в родительских правах И вернуть детей в свою семью Потому что вот эта позиция, что семья – это первично Но, к сожалению, не все родители могут вернуться к нормальной жизни Помочь найти семью каждому ребенку Сегодня для этого принимаются меры и на краевом уровне У сыновителей уравняли в правах с многодетными Они получают денежные выплаты, бесплатные земельные участки А для тех, кто только собирается взять ребенка на воспитание Проводят специальную подготовку По краевому закону с будущими родителями работают психологи, социальные педагоги, узкие специалисты Эта работа необходима, уверены здесь За несколько последних лет из 35 устроенных в семьи детей 12 вернулись обратно в этот детский дом Я не думаю, что до конца искоренится ближайшее будущее эта проблема А детский дом, я думаю, что когда-нибудь осуществится наша мечта И он превратится в центр сопровождения вот таких детей Которые попали в трудную жизненную ситуацию В этом детском доме знают о судьбе всех своих выпускников У многих уже давно свои семьи Мы стали традиционными гостями этого учреждения По целому ряду причин С одной стороны, есть реализация программы Каждый ребенок важен в России Он работает в разных аспектах В том числе и в поддержке детских домов Вот, ну, в меру сил стараемся поддержать и техническое состояние этих учреждений Но та увлеченная позиция преподавателей, работающих здесь Она вызывает уважение И хорошо, что удалось в конце концов решить вопрос повышения заработной платы для них С тем, чтобы они помимо исполнения чувств гражданского долга Могли бы чувствовать себя в материальном отношении более свободным Чем они это делали в прошлое время Одна из задач проекта «России важен каждый ребенок» Помочь сохранить кровную семью В Крае уже действуют меры поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации А в будущем в Крае планируют создать службу психологической поддержки одиноких матерей Сережа делает первые шаги Жизнерадостному малышу не вдомек, сколько усилий приложили взрослые Чтобы у них с мамой была собственная крыша над головой Получить положенное по закону жилье бывшей выпускницы Яковлевского детского дома Дарья Илюшенко Помог депутат законодательного собрания Юрий Денисенко Дарья обратилась к нам в очень тяжелой ситуации Она практически перед родами пришла к нам Осталась она в этой жизни одна И вот практически на сносях, без жилья, без ничего Мы помогли ей обустроиться во временном жилье Мы благодаря поддержке Юрия Петровича Денисенко Мы выделили ей общежитие вот здесь, в нашем заводском общежитии Удалось решить вопрос об увеличении стоимости самого сертификата И девочку поставили в очередь, получили сертификат И в общем-то мы практически самостоятельно занялись решением вопроса о приобретении квартиры У Андрея похожая ситуация выпускник детского дома В Арсеневе два года скитался по чужим углам Получить работу и жилье смог только с помощью депутата Одинопеки говорили ждать, что я на очереди там стою Как мне сказали, что я 15 на очереди Это еще лет 5-6 ждать пришлось бы И год когда прошел, и я понял, что у меня вот ребенок сейчас будет И я не могу просто так как бы сидеть и ждать Вот это вот, пока до меня очередь дойдет Поэтому я пришел в приемную комиссию и обратился вот за помощью И Юрий Петрович быстро отторгировал Действительно, видимо, посчитал нужным помочь Так он помог молодой семье За последний год на моей памяти около 6 человек обратилось к нам Вот буквально неделю назад тоже обратился парень Основное обращение, то есть причиной обращения является Это не исполнение решения суда, а предоставление жилого помещения По сертификату, значит, ну в настоящее время законодательство изменено И поэтому сейчас там по договору предоставляется Значит, это все-таки жилье, самый основной вопрос Арсеньев не исключение Проблема обеспечения детей-сирот с жильем одна из самых острых в Приморье На очереди около 2000 человек Детей, нуждающихся в жилье, очень много в Приморском крае Закон есть, но решение этих вопросов Одновременно для обеспечения всех детей, нуждающихся в жильем Наверное, невозможно, и я считаю, что нужно обращать внимание на тех детей Которые находятся именно в таком трудном положении, как находилась Дарья И это забота всех общественных организаций Даша, наш долгосрочный проект, шутят работники депутатской приемной На повестке дня детский сад для Сережи и работа для его мамы Установка фельдшерско-акушерских пунктов в Приморье Одна из основных тем заседания Комитета по социальной политике Депутаты заслушали результаты проверки контрольно-счетной палаты По данным аудиторов, к июню было установлено только 10 ФАПов Сегодня их 85, но работают не все Причины нарушения поставщиками сроков работ Проблемы муниципалитетов с оформлением земельных участков И подключением пунктов к коммуникации Очень много проблем, соответственно, с подключением сетей Мы не услышали вопроса по конкретному насыщению оборудования Поэтому эта ситуация на сегодняшний момент требует решения И у нас же не стояло, и у губернатора в том числе вопрос построить У нас стоял вопрос построить и оказывать услуги Вот на сегодняшний момент четких ответов не получили Более того, мы не понимаем те или иные программные вещи, системные вещи, которые позволят это решить Нас волнует вопрос о тех деньгах, которые уже освоены О тех пунктах, которые уже построены О тех пунктах, которые находятся в готовности к введению в эксплуатацию Мы хотим выйти просто на конечный сухой отсадок о том, сколько в этом году будет построено пунктов Где они будут построены и сколько будет введено в эксплуатацию Ситуацию с установкой федшерских пунктов парламентарии обсудят на депутатских слушаниях по вопросам здравоохранения Детский отдых – еще одна тема заседания комитета С начала года в Приморье в детских оздоровительных лагерях отдохнули около 170 тысяч ребят Но, по мнению парламентариев, это число могло быть больше Депутаты предложили увеличить размер компенсации за путевку в детский лагерь Для работников бюджетной сферы до 80%, а для тех семей, где доход ниже прожиточного минимума, сделать ее стопроцентной Вглажение направят к губернатору края 2013 год охраны окружающей среды в России Во Владивостоке прошел седьмой экологический форум «Природа без границ» Депутаты законодательного собрания приняли активное участие в его работе Депутатский корпус поддерживает идею проведения конференции И я хочу пожелать успехов в вашей работе Консервация свалки Горноста и запуск современного мусороперерабатывающего завода Строительство очистных сооружений – проекты последних лет В этом году парламентарии занимались проблемой загрязнения озера Ханка и пылящих грузов Депутаты обратились в Госдуму с инициативой ограничить в портах открытую перевалку угля Потому что угольные хвосты, которые тянутся от находки по Владивостоку и в других местах И желание разных фирм построить новые портовые терминалы для перегрузки угля В конце концов, это хорошее дело, но нужно использовать закрытую технологию Поэтому это одна из позиций, которые мы будем отстаивать, в том числе и в Совете Федерации, в Государственной Думе Сегодня в крае реализуются крупные нефтехимические проекты И соблюдение всех экологических норм – обязательные условия На сегодняшний момент в Приморском крае и по инициативе и Департамента природных ресурсов И инициативе Законодательного собрания Приморского края Все-таки с учетом тех предполагаемых последствий, которые будут иметь такое развитие Приморского края в этом направлении И принимаются меры Природа без границ – открытая площадка для обмена опытными мнениями В форуме приняли участие представители зарубежных стран Задача – создать условия для развития экономики не в ущерб экологии По местам боевой славы Приморские ветераны посетили провинцию Хэйлудзян Побывали на местах былых сражений и возложили венки к захоронению от советских солдат в Китае В 1945 году в ходе маньчжурской операции они освобождали китайские города от японских милитаристов ценой своей жизни Приятно то, что китайская сторона встречает, я бы сказал, с любовью, с какой-то радостью А это для нас, для россиян, очень приятно Такие поездки стали хорошей традицией Их организуют на протяжении 10 лет при поддержке законодательного собрания края И каждый раз приморских ветеранов ждет теплый прием И вот мы как раз 12 мая 2005 года заложили эту аллею Вот елочки, березки, смотрите, красавицы какие Вот уже девятый год этой аллеи Каждый год мы ездим сюда В Суфинхе ветераны возложили цветы к монументу советскому солдату-освободителю И памятнику переводчице Гале Дубеевой Мемориал открыли в 2009 году в честь 17-летней девушки Героически погибшей во время выполнения задания Галя отправилась в роли парламентера к противникам Но назад уже не вернулась Памятник героине, посланник дружбы и мира Включен в список лучших скульптур Китая Мы открывали музей Галины И вот эта аллея дружбы Это мы у нас сажали деревья Участвовали в открытии Я вот сейчас с удовлетворением отмечаю Что сохраняется всегда Улучшается Бережно хранится то, что сделано совместно с китайскими товарищами Я считаю, что побольше народа сюда возить И молодежь бы неплохо С нашими ветеранами Соединить как-то И все это дело показать Молодежи А вот молодежи я пока здесь что-то не вижу К сожалению Вся нынешняя воспитательная работа Официальная воспитательная работа Не делает Не ставит во главу угла Вот этот интерес Я работаю в школе И знаю не только свою 60-ю школу Но и многие школы другие И могу сказать, что Современная молодежь Очень мало знает о Великой Отечественной войне Приморские ветераны посетили комплекс воинской славы На месте боев в районе города Дунин Здесь погибло более полутора тысяч советских солдат Они захоронены в братской могиле Неподалеку от подножья скалы крепости Рядом находится музей воинской славы Его постоянно пополняют новыми экспонатами Чтобы максимально воссоздать атмосферу боевых действий В нем воспроизвели подземные бункеры с туннелями Радиорубкой, складами боеприпасов и лазаретом Добавили звуковое сопровождение Гуляя по длинным темным коридорам музея Создается ощущение, что перенесся в исторические военные события 45-го года По возвращении на родину ветеранов ждали цветы и благодарности От российских пограничников за неоценимый подвиг Приблизить Приморье на один час к Москве Такое предложение рассмотрел комитет по социальной политике Профессор Анатолий Беляев считает, что смена часового пояса Благотворно скажется на здоровье приморцев По его словам, сегодня мы отстаем от биологического ритма на два часа И, кстати, сегодня заседание комитета совершенно верно По биоритму назначено на 11, потому что в настоящее время сейчас 9 часов Отмена перехода на зимнее время и украдены часа, по мнению доктора Беляева Хуже сказались на здоровье населения У нас здесь, в Владивостоке, проводились небольшие исследования Такого пилотного характера, которые показывали, что Когда мы стали зимой жить по летнему времени То, конечно, у людей адаптация ухудшилась Ухудшилось настроение, ухудшилась работоспособность Сокращение разницы во времени с Москвой Многие парламентарии поддерживают, ссылаются на мировой опыт Япония, которая находится дальше нас, до нее еще час лететь Она живет с разницей по Москве 5 часов, а мы живем с разницей 7 часов То понятно, что это неправильный подход Корея живет с разницей 2-3 часа тоже Поэтому Китай также с разницей 3 часа живет Ну, я имею в виду с Москвой А мы, просыпаясь и видя, что еще темно И дети как ходят в школу То есть я считаю, что мы живем неправильно Это надо приводить в соответствие Я думаю, что с Москвой оптимальная разница 5 часов, это нормально Прежде чем последовать примеру восточных соседей Депутаты решили спросить мнение населения Предлагают провести соцопрос и просчитать экономический эффект Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин